Рисунок, которым выполнен этот образец, называется соты. Этот рисунок очень часто используется в ирландском вязании. Ирландское вязание спицами это такое вязание, в котором очень много жгутов и разного рода переплетений. Среди таких переплетений достойное место занимает рисунок соты. Раппорт этого рисунка, а рапорт это постоянно повторяющаяся часть рисунка, состоит из четырех петель, а высоту из четырех рядов. Давайте посмотрим, как изображается этот рисунок на схемах. Это графическое изображение рисунка соты. Раппорт равняется четырем петлям. Справа увидит один рапорт и слева несколько рапортов этого рисунка. В высоту четыре ряда. На схеме показаны только нечетные ряды. Это лицевая сторона работы. Четные ряды в рисунке соты вяжутся всегда изнаночными петлями. Вот эта наклонная линия обозначает 1 лицевая петля, перекрещенная с одной лицевой петлей с наклоном вправо. А вот эта наклонная линия обозначает 1 лицевая петля, перекрещенная с одной лицевой петлей с наклоном влево. Петли сначала наклонены вправо, затем влево, а потом наоборот. Сота как бы закрывается. А теперь давайте повяжем. Итак, вяжем первый ряд. Первая петля кромочная, мы в данном случае ее снимаем. Теперь провяжем одну лицевую петлю, перекрещенной с одной лицевой петлей с наклоном вправо. Для этого первую лицевую петлю мы снимем и расположим за работой. Вторую петлю мы провяжем лицом, а затем на левую спицу оденем снятую петлю и также провяжем ее лицом. Теперь мы провяжем следующие две петли. Это будет одна петля, перекрещенная с второй лицевой петлей с наклоном влево. Для этого мы первую из двух петель снимем непровязанной и расположим перед работой, то есть перед спицей. Следующую петлю провязали лицом, а затем снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем лицом. Вот так мы связали один ряд в первом рапорте. Давайте еще раз посмотрим. Итак, одну петлю снимаем и располагаем за работой. Следующую петлю провязываем лицом, а затем снятую петлю одеваем на левую спицу и также провязываем лицом. Петли перекрещены вправо. Затем петли перекрещены влево. Одну петлю сняли, расположили перед работой. Следующую петлю провязали лицом, снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем также лицом. Вот мы связали первый ряд еще одного рапорта и И опять продолжаем работать. Одну петлю сняли и расположили за работой. Следующую петлю провязали лицом. Снятую петлю одеваем на левую спицу и провязываем лицом. Петли перекрещены вправо. Рисунок соты с одной стороны достаточно простой, а с другой стороны кропотливый. Давайте посмотрим, как можно оптимизировать выполнение этого рисунка. Вот эти две петли должны быть перекрещены с наклоном влево. Мы сейчас спицу ведем за работой. Сначала во вторую петлю провяжем ее, а затем, не снимая петель со спиц, провяжем первую петлю. И только после этого снимем петли со спицы. Вот так. А вот эти две петли должны быть перекрещены вправо. Мы сейчас перевесим эти две петли на левой спице, поменяв расположение стенок. Спицу ведем сначала во вторую петлю перед работой и провяжем ее. А затем провяжем первую петлю. Вот так. А следующие две петли мы перекрестим влево. Для этого спицу ведем за работой сначала во вторую петлю и провяжем ее. И не снимая петель со спиц, провяжем первую петлю. Вот так. Теперь снимем их со спицы. А вот эти две петли нам надо опять перевесить. Смотрите. Вот таким образом петли висят на спице, когда они вяжутся бабушкину способом. А если бы мы их вязали классикой, то они висели бы на спице. Вот так. И тогда нам очень удобно их провязать с наклоном вправо, не перевешивая. Посмотрите, как интересно. Для того, чтобы оптимизировать выполнение этого рисунка, то есть ускорить, мы могли бы вот эти две петли в изнанке провязать бабушкину способом. А вот эти две петли классикой. Тогда нам не пришлось бы перевешивать петли. Ну, сейчас давайте довяжем лицевой ряд до конца. В первом лицевом ряду нам осталось перекрестить вот эти две петельки влево, следуя рисунку соты. Провяжем их сейчас. Эти петли были связаны бабушкиным способом. В следующем лицевом ряду они, эти две петельки, будут наклонены вправо. И нам удобнее провязать их тогда в изнаночном ряду классикой. Следующие две петли бабушкиным способом, следующие две петли классикой и так далее. Ну, вот сейчас мы провяжем последнюю петлю. Это кромочная петля. Повернем вязание на изнаночную сторону. Вяжем второй ряд, все петли изнаночные. Итак, вот мы сейчас сняли кромочную петлю. Первые две петли провязываем классическим способом. Вот так классическая петля вяжется. А затем провяжем две петли бабушкиным способом. Вот так. Следующие две петли опять провяжем классикой. Вот так вяжется классическая изнаночная петля. Вот так. А следующие две петли опять провяжем бабушкиным способом. Опять две петли классикой. И так дальше продолжаем вязать изнаночный ряд. Среди вязальщиц не прекращается дискуссия, как же все-таки правильно вязать классикой или бабушкиным способом. Я думаю, что надо использовать тот способ, которым вам приятнее вязать. Но знать надо оба способа. В частности, вот в данном случае для ускорения вязания рисунка соты лучше использовать оба способа вязания. Итак, это изнаночная сторона. В изнаночных рядах рисунка соты мы все петли вяжем изнанкой. При этом две петли вяжем классикой, а две петли бабушкиным способом. Это лицевая сторона. Вяжем третий ряд рисунка соты. Первую петлю снимаем непровязанной. Первые две петли в третьем ряду перекрещиваем налево. Для этого спицу вводим за работой. Сначала во вторую петлю и провязываем ее, а затем вяжем первую петлю. Вот так. Следующие две петли перекрещиваем направо. Для этого спицу вводим во вторую петлю перед работой. Провязываем ее, а затем провязываем первую петлю. Итак, продолжаем работать. Эти две петельки перекрещиваем налево, мы их вязали бабушкиным способом, а эти две петельки перекрещиваем направо, мы их вязали классическим способом. Вот таким образом можно оптимизировать работу по вязанию рисунка соты. Видите, уже быстрее вязание пошло. Попробуйте так повязать. Это третий ряд, четвертый ряд это изнаночная, в рисунке соты мы все петли провяжем изнанкой, повторим с первого по четвертой ряды. Мы закончили вязать третий ряд, это лицевая сторона. Вот эти две петельки были перекрещены с наклоном вправо, а в следующем лицевом ряду эти две петельки будут наклонены влево. И для того, чтобы узор соты вязать стало быстрее, в изнаночном ряду мы начнем вязание с двух бабушкиных петель. Итак, поворачиваем работу на изнаночную сторону и вяжем четвертый ряд. Вяжем все петли изнанкой. Первые две петли провяжем бабушкиным способом, а следующие две петли классическим способом. Опять две петельки бабушкиным способом, а две следующие петельки классическим способом. Ну и так до конца ряда будем повторять. Ну вот, мы научились вязать рисунок соты. Урок закончен.